Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава 2 книги Хроник или Паралипоменон Читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет Ну и у нас с вами царь Иосифат В 17 главе о нем говорится две вещи Что он был верен Господу И очень важный момент он отправил священников левитов учить народ Что это не была просто чисто ритуальная такая деятельность Это была именно проповедь Это было стремление сделать так Чтобы все простые люди понимали в чем суть закона И служили Господу осознанно И после этого упомянуто он приготовил Во-первых огромную армию, войско Во-вторых склады, то есть инфраструктуру Чтобы это войско могло каким-то образом снабжаться Помогло ли ему это? Вот интересно И какая из двух частей приготовления помогла В случае, когда нужно было воевать Иосифат стал весьма богат и славен Он породнялся с Ахавом И через некоторое время отправился к нему в Самарию Ахав это северный царь То есть царь Израиля И вот здесь о нем как-то особо ничего не сказано А в книге царства о нем очень плохие вещи говорятся Ахав заколол для него и его людей Множество быков и баранов И подговаривал его напасть на Рамот Галаадский Ну понятно Такое мощное государство соседнее Надо использовать его войско Для достижения своих целей Ахав, царь Израиля, спросил его Сафата, царя Иудей Пойдешь со мной на Рамот Галаадский? Тот ответил Куда ты? Туда и я Мои войско идут за твоим войском Мы вместе пойдем с тобой в бой Ну наверное они там посидели хорошо Поужинали, выпили И уже вот там обнявшись Поют вместе песни И клянутся верной дружбе Он вовремя выбрал, надо сказать Время для такого вопроса Еще Иосафат сказал царю Израиля А все-таки он не только такой удалой И хмельной правитель Он помнит Сказал царю Израиля Сперва попроси Господа А угодно ли ему эта война? Это не просто удаль молодецкая Пошли в поход, разгромим там Всех подряд А нужна ли Богу эта война? Вот представление о том, что любая война Ведется только если Господу она угодна Если это война собственно за Господа Да, хорошо, когда вообще не воюют Но хотя бы так Ограничить эту воинственность То есть сперва попроси Господа Царь Израиля Он надо же еще помнить о том, что Господь есть Хотя у них там уже давно свои святилища И все такое прочее Собрал четыре сотни пророков Ничего себе То есть у них там этих пророков целый батальон Да, и придворные пророки То есть они там на должности На ставке, наверное, на зарплате И спросил их Идти ли нам войной на Рамон Галацкий Или не ходить Слушайте, что скажут придворные пророки На ставке, или даже на полставке Иди, отвечали они Бог придаст его в руки царя Такие аналитики, да Приправительственные Которые все время так говорят Что будет все только хорошо И Асафат спросил А нет ли еще какого-нибудь пророка Господнего Через которого мы могли бы Выпросить Господа И Асафат понимает Цену этих четырехсот пророков Пророка Господнего Там же не сказано Собрал пророков Господних А собрал всяких пророков Прорицателей, может быть, языческих божеств Или от себя самих Они шаманы такие Медиумы Духов вызывают А вот пророк Господа Что скажет И достаточно одного Не нужно четырехсот Царь Израиль ответил Асафат Есть еще один человек Через которого можно Выпросить Господа Но не люблю я его Он никогда не пророчит Мне ничего хорошего Всегда одни беды Это Михей сын Эмлы Пророк Михей Мы его знаем, конечно У него целая книга И смотрите Вот этих он нанял пророков Прикормил Может, они на общественных началах Вокруг него Тоже бывает И они пророчествуют то, что царь хочет А один хочет пророчествовать то, что Господь ему откроет А не то, что царю угодно Не любит его царь за это На это Исафат сказал Не пристало царю так говорить Вот чем отличается царь от Простого человека Благородством Да Не происхождением знатным Это дело случая А благородством души Вот Не дело царю Любимчиков себе создавать Из тех, кто ему приятное говорит Тогда царь Израиля подозвал одного евнуха И сказал Скорее приведи Михея сына Эмлы Да, он знает И вот дальше такая яркая сцена На площади у ворот Самарии Сидели на тронах Полным царском облачении Царь Израиля И Асофа Царь Иуде Наконец-то помирились Да, до этого эти царства Ну, либо воевали Либо, так скажем Холодно Соседствовали Не особенно друг друга Любили Вот у них братство Любовь Все замечательно А все пророки В иступлении Пророчествовали Перед ними Сидыкия Сын Кенааны Придел себе Железные рога И возглашал Так, говорит Господь Этими рогами Ты забодаешь Арамеев Уничтожих И все остальные пророки Предрекали То же самое Дин Рамон Галаадский Говорили они Удача с тобой Господь Передаст его В руки царя Ну И мы все понимаем Цену этому Лицедейству Да Энтузиазм Проплаченный Посланец Которому Верено было Позвать Михея Сказал ему Михею Все пророки В один голос Сулят царю Удачу Хорошо бы И твое пророчество Было таким же Как их пророчество Хорошо бы И ты Предрек удачу Ну Заранее сориентировать Да Вдруг он Не сообразит Хотя уж Тут не сообразить Трудно Вот прямо Такая Юмористическая Сценка Да Чем отличается Пророк Господень От пророков По должности От пророков На ставке Или на договоре Я намеренно Использую Современные слова Михея ответил Клянусь Господом Я скажу только то Что откроет мой Бог А вот Понравится Не понравится Извините Это уже От меня не зависит Когда Михея Пришел к царю Царь спросил у него Михея Идите ли нам Войной На Рамот Гладский Или нет Он ответил Идите Удача будет с вами Они будут отданы Ваши руки Мы не слышим Антонации В письменном тексте Но я подозреваю Что она была Какой-то очень Саркастической Царь сказал ему Сколько же раз Я буду тебя заклинать Говори мне правду И только правду Во имя Господа Смотрите Михей понял От него ждут Формальные Такой одобрялки Ждете Нате Берите А те В свою очередь Понимают Что он им Дает Слова Ну чтобы Отвязались От меня Да И слышит Видимо В интонации И Смотрите Царю Четырехсот Пророков Мало Ему мало Формального Одобрения От Михея Хочет понять А на самом деле Как Вот Тоже такая Очень характерная Черта человека Мы любим Слушать то Что нам нравится Но В глубине души Мы часто понимаем Что это неправда И мы хотим знать А правда ли это Говорим Не правду И только правду Во имя Господа Смотрите Во имя Господа Во имя Господа Пророк не соврет уже Вот Идти ли нам Да идите вы Идите вы Куда хотите Все у вас будет Отвяжитесь только Во имя Господа А вот тут Он уже должен Ответить как есть И тот ответил Я видел Все израильское войско По горам Рассеяно Словно овцы Без пастуха И сказал Господь Нет у них хозяина Пусть расходятся По домам Пока живы Трагическая картина Я видел Причем Да Он не говорит Не ходи Это царю решать Ходить или нет Он говорит Я видел Задача пророка Увидеть нечто И передать людям Говорил же я тебе Сказал царь Израиля Иосифат Интересно Что царя Израиля Ахава даже по имени Называется Как-то брезгует Повествователь Он никогда Не пророчит Мне ничего хорошего Всегда одни беды Ну А чего ты его позвал Надеялся Что в этот раз Да Вот такое упорство Когда человек Раз за разом Добивается А потом сам не рад А Михей продолжал Слушайте слово Господа Раз уж вы попросили Извините Остановиться Вот так Просто не могу Я видел Господа Он выседал на престоле И все воинство небесное Стояло по правую По левую руку От него Да Вот тут Перед вами эти пророки Дурачатся Прыгают А я видел Господа И воинство небесное Господь спросил Кто одурачит Ахава Царя Истралийского Чтобы он пошел в поход И пал в рамоте Галаадском Каждый предлагал свое Выступил вперед Один дух Предстал пред Господом И сказал Я его одурачу Господь спросил Как Тот ответил Я отправлюсь к нему И стану духом лжи В устах всех его пророков И Господь промолвил Да Тебе выдастся одурачить его Иди делай Как ты сказал Так вот смотри В устах этих твоих пророков Господь послал Духа лжи Господь решил тебя погубить Разве Господь посылает Духа лжи Но мы скажем Ладно он не послал А позволил тому Да Вот здесь еще Изображен такой совет Перед Богом Когда собственно Граница между тем Кого мы называем сатаной И ангелами господними Она еще Не проведена Кто может быть Духом лжи Который намеренно Обманывает человека Ну вот Тот кого мы сегодня Называем сатаной Или кто-то С ним связанный Да А тот просит Позволение у Бога Пойти это сделать И вот смотрите Богословие все-таки Меняется в веках Да И вот когда это писалось Не было еще Этой дихотомии Да Вот светлые ангелы Темные ангелы Но было представление Что Господь Власти надо всеми Что ни один темный ангел Не может Принести человеку вред Если Господь ему Этого не позволит Садыкия Сынкина Анны Подошел к Михею Ударил его по щеке Сказав По какой же Этой дороге Дух Господа Меня покинул И стал говорить с тобой Да Я пророк на должности А ты тут кто Жалкий любитель Михей ответил Придет день Узнаешь И тогда забьешь Что в самый дальний угол дома Чтобы тебя не нашли Да Он не пытается Оправдаться Не говорит У меня вот тут Есть свидетельства Там я чудеса Сейчас кинется творю Правда себя покажет Да Вот только тому Кто ей сопротивлялся Это не понравится Возьмите Михея Приказал царь Израиль Отведите его к Амону Градоначальнику И у вас Царскому сыну Передайте им Так говорит царь Бросьте его в темницу Пусть сидит на хлебе И воде Пока я не вернусь С войны живым Ну понятно Он не хочет в это верить И заранее наказывает Михея За ложное пророчество Хотя Еще неизвестно Ложно ли оно Михея ответил Если ты действительно Вернешься благополучно Значит не Господь Говорил через меня Слушайте все народы Все народы Да То есть это относится Ко всем Их там строго говоря Два Израильтяне иудеи Да и те По сути дела Один народ Да Но это вопрос Ко всем народам На самом деле Есть ли пророчество От Бога Говорит ли Бог с людьми Когда он с ними говорит Говорит ли он то Что люди хотят услышать Все у нас будет замечательно Экономика поднимется Все страны нам покорятся Жить будем хорошо Долго Счастливо Или он говорит что-то другое Неприятное Но Полезное Ну и вот Михея заранее наказывают С чем дело закончится Очень скоро узнаем Царь Израиль и Асафат Царь иудеи Выступили в поход На Рамот Галаадский Ну ладно Царь Израиль Ахав Который в это все не верит А Асафат Мог бы поостеречься Он же сам спрашивал Нет ли пророка от Господа Чего тогда было спрашивать А вот уже силы инерции Вот уже договорились Вот уже хлопали друг друга По плечу Да пойдем мы этот Рамот Галаадский Да что там возьмем Победим всех Да Уже отступать как-то вот Не по-царски Да А надо бы Но Все-таки червоточинка Сомнений есть Я пойду на бой переодетым Сказал царь Израиль и Асафат А ты оставайся в своих царских одеждах Царь Израиль надел чужую одежду И бросился в бой Смотрите Он понимает Что наверное Михей Ну Прав или по крайней мере Может быть прав Будут убивать царя А если переодеться Может быть Не заметят Вот другой царь Пусть Пусть он останется царем Пусть он ведет свое войско в бой Но смотрите То что царь переоделся Это ведь Он с себя снял царское достоинство Он уже перестал быть царем Фактически В глазах всего войска Лишь бы сохранить жизнь Лишь бы как-то выскользнуть Он опозорен Прежде чем он потерпел поражение Но и поражение будет А царь Арамеев Приказал Начальникам своих колесничных отрядов Колесницы это ударная сила Как танки сегодня Не вступайте в бой Ни с командирами Ни с рядовыми Только с царем Израиля Понятно Убить царя Значит Обратить бегство Всю армию Когда начальники Арамейских колесничных отрядов Увидели Асафата То решили Что это и есть царь Израиля Асафат у нас Царь Иудей И устремились к нему Чтобы сразиться с ним И Асафат Возвал к Богу о помощи И Господь спас его Бог увел его От преследователей Смотрите как Не переодевался А Бога попросил о помощи И сработало Начальники колесничных отрядов Увидели Что это не царь Израиля Повернули в другую сторону А какой-то лучник Выстрелил И сам того не знаю Сразил царя Израиля Стрела вошла В щель между латами Ну лата у них Из пластин Да Каких-то И между ними Есть щель И царь на колеснице Он переоделся Но его даже не узнали Но все равно Его случайно ранили И ранили тяжело Поворачивай Вывози меня из боя Сказал царь Я ранен Это он своему возничему Он на колеснице стоит Да Сражение в тот день Было жарким То есть Особо ты не повернешь Царя Израильского Поддерживали Чтобы он стоял На колеснице На виду Арамеев Но вечером На закате того дня Он умер От потери крови От раны От чего-то еще И сбылось пророчество Да И смотрите Вот Михея зря посадили Хотя тут даже не сказано Что его выпустили Из темницы Может еще больше разозлились Но это уже отдельная история А как Асофат вернулся Мы об этом в 19-е Тогда прочитаем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому